Здравствуйте, друзья! Меня зовут Антон Михайлюк. Я HR-директор киевского офиса компании Daytart. И от имени нашей компании я рад приветствовать вас на очередном заседании IT Talk. IT Talk – это один из многих проектов компании Daytart. Это открытое сообщество, которое объединяет всех, кто неравнодушен к информационным технологиям. То есть тех, кто занимается или интересуется разработкой, внедрением, использованием, изучением или обучением информационным технологиям. Сегодняшняя наша встреча посвящена поддерживаемым приложениям. И в качестве спикера выступает известный IT-консультант и просто интересный человек Валентин Кропов. То есть у нас есть все предпосылки для того, чтобы сегодняшняя наша встреча была интересной и полезной. И прежде чем, собственно, передать слово Валентину, я попрошу Наташу Горок, пиар-менеджера нашего офиса, сказать пару слов, анонсировать нашу традиционную лотерею. Итак, Наташа, слово. Всем привет. Меня зовут Валентин. Мы сегодня поговорим про Support-Driven Development. Термин такой придуман скорее мной, чем кем-то еще. Означает он буквально создание приложения, которое будет потом проще поддерживать на этапе его эксплуатации. Вот, если в двух словах. И прежде чем мы приступим, я немножко расскажу про себе, чтобы вы немножко проникли с доверием, почему мне можно доверять, потому что я вам сейчас на плиту всякую чушь. Вы скажете, да откуда ты знаешь? Вот, поэтому я сперва расскажу, откуда я знаю, а вы потом делаете выводы, можно мне доверять или нет. Получается, что за 13 лет моей работы я сменил где-то 20 проектов, успел поработать на 20 проектах. Иногда на трех сразу. Поэтому такая цифра. Не пугайтесь, что я менял работу каждые полгода. Нет, так не было. Вот, и успел поработать на 20 проектах. Я не помню, что означает цифра 15. Стыд. Вот, но зарплата, я посчитал, с 2001 года выросла в 350 раз. То есть такая существенная, просто пару фактов о себе. И получается, что мою карьеру можно разбить, по сути, на две части. Первая проведена была в девелопменте, я работал программистом, по сути. А вторая была проведена в саппорте, где я просто вот здесь вот, дойдя до сценер разработчика, подумал, что мне надоело программирование, и я пойду в саппорт. И я стал, у меня получилась очень хорошая возможность стать джуниор-администратором баз данных, потому что мне очень понравилось работать с базами данных. И я вырос здесь вот с младшего разработчика, прошу прощения, инженера поддержки баз данных, до заместителя саппорт-центра, где нас было 35 человек, и мы саппортили огромное количество приложений, серверовый баз данных. И так получилось, что через 6 лет я снова вернулся в девелопмент. Так сложилась судьба. И вернувшись в девелопмент, я с ужасом удивился, что ничего, по сути, не изменилось за эти 6 лет. Как были приложения написаны без учета саппорта, без учета того, как их будут использовать потом, так их продолжают разрабатывать. Вот, я подумал, как-то странно, нужно с этим что-то делать. Поэтому я взял свой опыт, который получил в саппорте, и попытался его обобщить, чтобы донести до разработчиков, что можно сделать заранее, до того, как приложение начнут использовать, чтобы сделать его лучше. Если представить количество серверов, которые мы поддерживаем, и выставить их просто в такую пирамидку, то получится высота 1200 метров, в то время как самое высокое здание – это чуть больше 800 метров. И теперь, коротко, почему все-таки стоит об этом говорить, о том, как поддерживать приложение. Казалось бы, мы еще ничего не написали, ни строчки кода. Почему нужно заранее знать о том, что с ним будет в саппорте? Потому что вот как Брюс Филлис обрастает щетиной, так и приложение обрастает проблемами. И чем дальше, тем хуже. И вот есть такая цифра интересная, что на этапе саппорта исправить проблему бывает в 200 раз сложнее, чем на этапе дизайна, когда мы еще не начали ничего писать. Потому что, допустив критическую ошибку, вы ее потом уже можете не исправить. Такое тоже бывает. И теперь посмотрим, если представить приложение в виде такого корабля, то давайте представим, из чего состоит успех приложения. Он состоит из таких очевидных вещей, как функциональность. Вот, если ваше приложение, если ваш продукт, допустим, можно брать с собой в карман, смотреть на нем интернет и еще и звонить с него, да, то это крутой функциональность, это классно. Usability. На этом девайсе есть всего одна кнопка, не потеряешься. Там есть touchscreen, который все за тебя делает. И маркетинг. Разумеется, без маркетинга никуда. Потому что даже самое плохое приложение, мы можем раскрутить, его будут себе покупать. Правильно? Но есть еще такие три вещи, которые остаются под водой. Это производительность. Доступность и масштабируемость приложения. То есть те вещи, о которых обычно программисты не задумываются на этапе разработки. Для них что важно? Для них важно, ну, не обычно, то есть девушка вот скептически отнеслась, но я имею в виду, что меньше к этому относятся. Потому что если вы владелец продукта, вам главное что? Побыстрее выкатить его на рынок, чтобы получить какую-то прибыль, да? Для того, чтобы получить прибыль, в нем должна быть функциональность. Его нужно раскрутить, и оно должно быть удобным. О том, что потом с ним случится, и оно будет недоступно, меньше задумываются. Тем более, когда вы разрабатываете приложение, у вас в базах данных сколько данных? 20 строк, 40 строк, 50 строк. Кто из вас, поднимете руки, тестировал свое приложение на миллионе строк? Один. На миллиарде? Что если приложение вырастет в 10 раз? То есть после миллиона? Или в 100 раз, или в 1000? О таких вещах уже как бы меньше задумываются. Но о том, что у вас все красиво и функциональность есть, все задумываются абсолютно, потому что без этого не будет ничего работать. Поэтому мы сегодня отбросим немножко верхнюю часть, будем говорить о нижней части. Потому что маркетинг – это важно. Компания Apple, которая вел, она есть во всех фильмах практически. То есть в очень странных местах появляется. И вы удивитесь, но я специально посчитал, что на маркетинг компания Apple тратит в 4 раза больше, чем на разработку. Она тратит 8 миллиардов долларов ежегодно, в то время как на разработку всего 2,5. Юзабилити тоже очень важна. По подсчетам специалистов, больше 50% кастомеров, если они зайдут на сайт, и он не понравится, они с него уйдут. То есть вы заходите на какой-нибудь отвратительный интернет-магазин, в котором старая, отвратительная, чуть не сказал, отстойная менюшка. И вы думаете, да ну нафиг, я лучше пойду в розетку, там красивый интерфейс. И есть описание всех продуктов, есть отзывы. То есть разница просто огромная. И люди готовы доплачивать за это до 20% по исследованиям. То есть человек готов переплатить 20% стоимости товара только за счет того, что сайт красивее. Поэтому юзабилити тоже важна. Но насколько важна доступность приложения? Представьте, что вы написали самое лучшее в мире приложение, и оно вдруг не работает. Какова ценность этого приложения? Оно никому не нужно, оно не работает. И цифра здесь вообще катастрофическая. 26 миллиардов долларов ежегодно теряется в IT на недоступности приложений по исследованиям Гартнера. При этом, давайте представим такой пример. Amazon, если кто помнит, в 2008 году у них был огромный сбой. Из-за того, что в коде была допущена ошибка, там произошло переполнение. Там, грубо говоря, они целое число записывали в значение, да, и произошло переполнение буфера. И это повреждение в приложении повлекло потери 4 миллионов долларов операционных потерь, то есть тех, которые недополучили продавая продукты. Но это еще не самое страшное. За буквально там день у них стоимость акции упала на 4%, что составило 3 миллиарда долларов. И они, между прочим, потом к нему росли где-то несколько лет к этому уровню обратно. То есть вот моментально вы теряете 4 миллиарда долларов просто за 8 часов простое приложение из-за того, что программист допустил какую-то ошибку изначально. Там, где я работал среди всех моих проектов, самым дорогим приложением было приложение, стоимость часа которого было 113 тысяч долларов. То есть такая неплохая квартирка в Киеве, трехкомнатная, да. И давайте теперь подумаем, как посчитать, откуда берутся все эти цифры. Вот, допустим, с Амазоном. Кто может сказать, откуда взялась цифра вот этой в 3,8 миллиона? Как думаете? Да, да, да. Как они могли посчитать ее? Так. А просто товар купленный у них, допустим. То есть они взяли, посчитали, сколько они в час продают товара в среднем. И получили, что 8 часов у них был простой, умножили это на, грубо говоря, на 5, да. И получили цифру 4 миллиона. Точно так же, как я посчитал свою сумму, это приложение для поддержки колл-центра. В колл-центре работает 320 человек, в среднем компания тратит 353 доллара на обеспечение работы этого человека в час. То есть это электроэнергия, аренда помещения, плюс те потери, которые несут из-за того, что кастомер не получает должной поддержки. То есть вот очень просто я получил это число. Если у вас веб-сайт, который продает товары, вы тоже можете посчитать, какая стоимость продаж за час. Прийти к своему, собственно, кастомеру или владельцу бизнеса и сказать, что один час простоя нашего приложения равен 3000 долларов. Это будет гораздо убедительнее звучать, чем вы просто скажете, что наше приложение бывает недоступным. Для него это ничего не значит. Деньги для людей, которые владеют бизнесом, значат гораздо больше. Поэтому первое, что стоит делать, когда вы задумываетесь о доступности, это посчитать стоимость недоступности вашего приложения. Если у вас приложение, которое еще не запущено, понятное дело, вы не можете сказать, сколько чего. Но вы можете посмотреть на конкурентов, сказать, что мы делаем сайт, который будет конкурентом Амазону. Амазон теряет по 4 миллиона в час. Мы будем терять, скорее всего, столько же, условно говоря. С другой стороны, скорее всего, у них эти цифры всех есть, потому что запуская какой-то продукт, люди заранее изучают маркет и пытаются посчитать, какую прибыль они получат. Поэтому вы от них получите эти данные, можете, сколько они теряют в час, и дальше вы их можете напугать этим, чтобы начать задумываться о этих проблемах. Но, казалось бы, финансовые потери – это плохо, но какие могут быть еще проблемы? Как думаете, помимо финансовых? Имиджевые, абсолютно правильно. И вот за имиджевыми проблемами мы отправимся в Великобританию. И кто-нибудь из вас может сказать, какие основные темы новостные Великобритании? Давайте подумаем, о чем больше всего говорят британцы. Погода. Что еще? Спорт. И третье. Монархия. То есть это что? Это политика, правильно? То есть они говорят о политике, они говорят о спорте, и они говорят о погоде. И вот если политика и спорт у них действительно бывают скандальны, отвратительны, то насчет погоды я не согласен. Потому что, допустим, считается у них плохая погода, да? Но если вы посмотрите по статистике, в Лондоне 127 солнечных дней, в Киеве 153. Казалось бы, разница не очень существенная. Поэтому, мне кажется, не стоит им жаловаться на погоду. Все у них хорошо с погодой. Влажность, да. Но солнце это самое главное. Когда ты выходишь на солнечную погоду, и у тебя большая влажность, и все равно, в принципе, если оно светит. Вот. И есть еще одна проблема в Великобритании. У них температура редко падает ниже нуля. Даже зимой. У них там плюс 2, плюс 3, вот такое вот. И поэтому они очень мало кто, меньше процента, меняют летнюю резину на зимнюю. И вот когда у них выпадает снег, когда температура иногда опускается ниже нуля, там на несколько дней в году, то все на летней резине, и это превращается просто в какой-то ужасный кошмар. В этот день никто не идет на работу. Смотрите, какой слой снега. Просто катастрофический. У нас, наверное, тоже все бы остались дома, да? Тут вообще страшный огололед. Видите, да, машины стоят. Там даже сантиметра снега, по-моему, нет, но никто не идет на работу. Вот. Они лепят снеговиков. Вот, правда, непонятно, откуда они взяли столько снега. Может, там они зарыли какую-то машину, похоже на Volkswagen, какой-то жук, не знаю. Вот. И устраивают какие-то пробежки непонятные, сделают из этого просто какой-то праздник. При этом никто не ушел на работу, все остались дома. И после какой-то прогулки они все возвращаются домой и занимаются четвертым своим любимым делом англичан. Это что? Чай, да. Но чай пьют, и что они делают? Не просто же они пьют чай. Общаются. Что делают? Бухают? Ну, англичанин не признается в этом. Ну да, они бухают. Но они смотрят телевизор. Они читают газеты. Для них новости – это очень важно. Они изобрели, по сути, новости. То есть самое большое количество газет в мире, в Великобритании, находится. И вот они прилипают к экранам своих телевизоров и начинают смотреть новости, где, например, вот этот мужчина не поменял зимнюю резину и заблокировал за собой всю дорогу. Но снега по-прежнему ужасное количество, просто не проехать. Другой дядечка вот посыпает песком. Обратите внимание, сколько машин в кювете лежит на заднем плане. По-моему, три или четыре. Они все улетели туда. Хотя снега все так же не видно. Но этот, мне кажется, просто быстро ехал. Или он пьяный? Так, мальчик вообще… А, вот, наверное, этот врезался куда-то, потому что мальчик убрал табличку Road Closed и поехал на ней кататься на санках. В общем, они прилипают к экранам и не отлипают. И вот в такие моменты нагрузка на новостные сайты возрастает в 10 раз. Буквально в 10 раз. И что происходит? В Великобритании, я вам открою небольшой секрет, есть две самые большие новостные компании. Это BBC и менее известная Sky News, но в Великобритании она очень хорошо известна. Я работал вот на этих ребят, поэтому я знаю немножко про них. И между ними идет страшное соперничество, просто вековое. Ну, так, вековое, 10 лет. И тем не менее, количество пользователей у них приблизительно одинаково. Они балансируют друг перед другом. И для них очень важно говорить, что BBC – это номер один компания в Великобритании. Sky News говорит, нет, мы первая компания. Там разные цифры, они постоянно судятся насчет этого. Но тем не менее, если вот в такое время, когда выпадает снег, катастрофическое количество, один сантиметр, какой-то из сайтов недоступен, пользователи, это уже подсчитано и доказано, если они зайдут на сайт BBC, он не работает, они пойдут на сайт Sky News и там останутся. Они больше никогда не вернутся назад, до тех пор, пока этот сайт не упадет. Потому что, по сути, интерфейс похожий, контент похожий. И это вот как бы больше сводится к тому, что я вчера зашел на этот сайт, я зайду сегодня опять. Поэтому на моих глазах Sky News потерял около двух миллионов хитов в месяц уникальных, только из-за того, что у них была недоступность буквально пару часов во время вот такого скачка большого. Вот, то есть вот два миллиона хитов вниз, рекламы упали, продажи на 30% и так далее. Все очень взаимосвязано. Поэтому вот как бы помимо денежных потерь, есть еще репутационные имиджевые потери на недоступности приложения. Итак, возникает вопрос. Если неработающее приложение это плохо, то нужно обнаружить это как можно быстрее, правильно? Мы хотим знать, работает ли сейчас наше приложение или нет. Как это делается в саппорте? В саппорте создается такой вот, он называется дашборд, дашборд, в котором создаются так называемые мониторинг чеки, проверки. Так, база данных работает, приложение работает, там коннекшены есть, какие-то базы данных. И по сути, когда у нас есть уже приложение, какой-то экзешник, что мы можем проверить у него? Мы можем проверить, работает ли какой-то процесс или нет. Поднят ли процесс приложения экзешник, есть память или нет его. Или на линуксе. Мы можем проверить, открыт ли порт сетевой. Там 80-й порт открыт или закрыт. Мы можем проверить, загружается ли страничка или нет. Есть такие специальные приложения, которые загружают страничку вашу, измеряют, за сколько она загружается. Но при этом, даже несмотря на то, что страничка загружается, мы не можем сказать, работает ли логин. Страничка загрузилась, но вы пытаетесь залогиниться, она выдает какую-то ошибку. Там 503 или там 404, еще что-то. Мы не можем по наличию процесса сказать, а идут ли продажи. Вдруг у нас процесс поднят, но количество продаж ноль. Хотя оно у нас никогда не бывает ноль. У нас всегда есть продажи, круглосуточные. А тут они ноль. Но процесс при этом есть. То есть у нас в саппорте будет зелененькая галочка напротив приложения, а на самом деле продаж никаких нет. Толку от приложения нет. Где-то произошла внутри приложения проблема. Мы также не можем сказать по тому, открыт ли сетевой порт или нет, какая производительность приложения внутри. Мы не знаем, насколько быстро оно работает. И так далее. Кроме того, можно добавлять дополнительные проверки, такие, как, например, работает ли кнопка «Купить» в корзине у человека. И получается, что вот то, что мы можем проверить в саппорте, когда уже приложение готово, это слева. То есть небольшое количество. Доступен ли процесс, порт, или загружается ли страничка. В то время как на этапе девелопмента можно добавить проверки всего остального. Возникает вопрос, откуда взять эти проверки. Ну, многие сейчас занимаются такими штуками, как юнит-тестирование, да, тест-дривен-девелопмент и так далее. То есть вы создаете уже какие-то тест-кейсы, допустим, проверить, работает ли логин. У многих есть автоматизаторы, да, люди, которые занимаются автоматическим тестированием. Они сразу же создают какие-то скрипты, которые проверяют это, логины и так далее. Так вот, почему бы не взять вот эту функциональность автоматического тестирования, не обернуть ее в красивую упаковку, не отдать саппорту со словами «Вот вам готовый набор чеков, гораздо больший, гораздо более глубокий, более функциональный, чем то, что вы можете сделать сами командами, там, список процессов и так далее. Итак, месседж этого слайда в том, что на этапе девелопмента нужно подумать, какие вы хотите видеть проверки вашего приложения. Что самое важное? Потому что люди в саппорте, они помимо того, что функционально не могут проверить много, они еще не знают ваше приложение, они не знают ценности вашего приложения снова. Поэтому они не смогут проверить, что для вас самое важное – это кнопка «Бай». Все остальное может упасть, кнопка «Купить» должна работать железно, потому что вы не продадите продукт. Итак, мы берем все юнит-тесты, обрамляем их в какие-то мониторинг-чеки, отдаем саппорту со словами «Ребят, вот вам готовый мониторинг». Приложение сможет мониториться гораздо лучше. Помимо глубины мониторинга, есть еще проблема скорости. Представьте, что есть приложение, которое пишет в лог-файл сообщение об ошибках своих. Когда в саппорте мы пишем мониторинг-чеки, мы создаем чек, который реагирует на какое-то ключевое слово, допустим, «эррор», или «оро» – какая-то ошибка «орокловая», или «html-ошибка 404». Мы реагируем на сообщение в лог-файле. Но мы не можем постоянно его проверять. Мы можем его проверять с какой-то периодичностью. Допустим, раз в 15 минут, раз в 10 минут. Если у нас одно приложение, мы можем хоть каждую секунду проверять. Но представьте, что у нас таких приложений 4000. Мониторинг-сервер, он просто не может каждую секунду это делать. Поэтому пока он проверит все сервера, проходит 15 минут. Поэтому мы можем, допустим, раз в 15 минут, условно говоря, делать эту проверку. И если у вас приложение свалилось сразу после проверки, то мы об этом узнаем только через 15 минут. То есть у нас вот такая задержка – 15 минут. Делим 4 миллиона потерь Амазона на 4, получаем 1 миллион. То есть если мы обнаружим его заранее, то мы сможем этого избежать. Как этого можно избежать? В самом приложении, если у нас проверка, то мы можем сразу это обнаружить. Допустим, если у нас есть ошибка из базы данных, то у нас вешается какой-то обработчик исключений, да, exception handler. И мы отлавливаем его там и тут же сообщаем об этом в support. Не пишем это в log, а пишем в log и сообщаем в support. Это автоматически уменьшает время реагирования на, допустим, 15 минут. Кроме того, если проверять лог-файлы, то возникают ряд проблем зависимости. Допустим, мы завязываем на какие-то слова в логе, а вдруг это не все слова, которые могут быть плохие. Вдруг какой-то разработчик написал error, error написал, а другой написал там, допустим, mistake какой-нибудь, еще что-то такое. Мы об этом не знаем. То есть куча зависимостей. В то время как в приложении у нас exception в любом случае будет отлавливать все ошибки. Независимостей от того, есть там слово error или нет. И приведу пример того, как в самом приложении проверка гораздо более эффективна, чем если мы будем делать ее в support. У того же Sky News есть список программ, это TV Guide, на котором время и программка. И у них очень большая проблема, это то, что бывают каналы, на которых вообще нет канала. Прошу прощения, нет программ. Вот видите, пустая эфирная сетка, хотя там программы есть. То есть это просто где-то в процессе загрузки данных потерялись данные. При этом, если взять так вот веб-сайт, он загружается, порт открыт, процесс приложения работает, все нормально. Но у нас вот маленькое-маленькое окошечко вот здесь есть. На этапе саппорта такие вещи отслеживать очень сложно, крайне сложно. В то время как на этапе девелопмента можно написать там SQL-запрос к базе данных, который сгруппирует по каналам и посмотрит, допустим, количество программ в день меньше двух. Или там ноль равно. И вы сразу сможете обнаружить такую проблему на этапе девелопмента. На этапе саппорта это обнаружить очень сложно. То есть нужно писать какую-то парсилку странички, потом адаптировать ее под каждое изменение этой странички, формата и так далее. Гораздо сложнее. И то, о чем я говорил, что вот как люди раньше бросали бутылки, да, когда тонули, и некоторые бутылки, им больше 100 лет, по-моему, они до сих пор плавают. Вот представьте, если ваше приложение свалилось, и такая бутылка 100 лет плавает. Об этом никто не знает. Точно так же и с приложением. То, о чем мы говорили, те 15 минут заветные, нужно отслеживать ошибку, отправлять ее по имейлу, то есть в эксепшене встроить механизм, отправить на имейл сообщение кому-то. Потом этот имейл прописать support.sobachka.com и support сразу будет знать о вашей проблеме, в момент возникновения этой проблемы. И вот такая есть еще моя любимая штука. Что вы будете делать, если увидите, что ваш друг вот начинает падать? Первое, что приходит в голову? А? Посмеяться, так. А до того, немножечко до. Что бы вы хотели взять? Хотели бы вы получить такой снимок падающего друга вашего? И на Facebook его зафигачить. Смотрите, как он смешно падает. Вот то же самое мы хотим видеть с приложением. Когда приложение падает, когда оно уже упало, мы не знаем, что повлекло эти проблемы. Особенно, если оно внезапно упало, ничего не написало в логфайлах. Пусто, приложение упало. Чего оно упало, почему, никто не знает. Но об этом может сказать снимок приложения за секунду до падения. Так называемый core dump или snapshot приложение за секунду до падения. И вот на этапе девелопмента можно разработать механизм, который будет этот snapshot писать, в зависимости от языка программирования и так далее. Но приложение начинает падать, вы это отследили, тут записали в какой-то файл, который потом можно хотя бы посмотреть, что там было. Какие-то состояния, не знаю, на чем оно упало. Если это процесс обработки каких-то данных, то вы можете просто писать ID-шник тех данных, на которых оно свалилось. Потом будет проще понять, в чем проблема. В то время как в саппорте, если ничего нет, никакой информации, мы скажем, ну извините, мы не знаем, что произошло. Поэтому рекомендация делать механизм снимков приложения core dump за секунду до падения. Или хотя бы просто их непрерывно вести в каком-то логе специальном, чтобы видеть, допустим, последний ID проверенный или обработанный. И по нему дальше выяснять, что случилось с приложением. Понятно, да? Следующий такой важный этап в приложении – это перезапуск приложения. Казалось бы, что-то такое в перезапуске, да? Ничего. Но вы удивитесь, 80% проблем в саппорте решается обычным рестартом. То есть приложение упало, его перезапустили. Причин этому может быть много. Но в 80% случаев после рестарта приложение начнет работать дальше, как ничем не бывало. И вы перезапустив его, сможете дальше получать от него прибыль. И только 20% это при перезапуске ничего не даст. То есть там есть какая-то существенная проблема. Закончилось место на диске. Сколько ты не перезапускаешь его, место не появится. Поэтому оно не станет дальше работать нормально. Поэтому, если такой огромный процент помогает рестарт, то возникает такой вопрос. Нужно уметь рестартовать очень быстро приложение, правильно? Иначе у нас будут опять финансовые потери. Для того, чтобы приложение рестартовать быстро, это должна быть очень простая процедура рестарта. Допустим, одна команда. Потому что у меня было приложение такое, которое для рестарта требовалось 2 часа времени. Нужно было рестартовать приложение на нескольких серверах в определенном порядке. Если ты ошибешься в порядке, или не дождешься, пока оно запустится, и начнешь следующий сервер рестартовать, то оно не запустится, оно будет неконсистентно. И нужно будет заново начинать. И получалось, что бывало до 3 попыток. То есть до 6 часов люди рестартовали. Уже менялась смена между людьми. Один человек передавал другому, говорил, у меня не получилось перезапустить. Перезапусти ты, пожалуйста. И вы можете представить, что приложение 6 часов не работает из-за того, что рестартуется. Это ужасно, но это факт из жизни. Поэтому оно должно быть простым. Одна команда. Рестарт приложения. Оно должно быть быстрым, если это ручной рестарт. И оно должно быть автоматическим по возможности. Потому что если у вас упало приложение, и есть механизм, который сам рестартанет, допустим, там вы заложите возможность какого-то там кластера и так далее, то это займет секунду, а не минуту, если в случае вручную. Потому что вам нужно обнаружить проблему, зайти на сервер и перезапустить. Автоматически сделать все за вас сам. Возникает вопрос. Какой вопрос? Что может повлиять на рестарт? Вот даже если у вас есть быстрая команда для рестарта, и автоматический рестарт, что все равно может замедлить рестарт? Вот представим, что все хорошо. Просто зависит только от вашего приложения. Быстро он рестартанет или медленно. Ну, это вариант. Но все нормально с оборудованием, совсем на свете, но все равно приложение медленно рестартует. Какое-то большое приложение, да? Ну, например, представьте, что если бы все сервисы Google были одним приложением, которое на одном сервере работает. Как думаете, оно долго перестартовывало? Я думаю, долго, да. И возникает вопрос, как рестартовать огромные приложения, когда у вас там много функционала, 20 модулей разных, и вам нужно их все рестартовать. И вот есть такой подход, который называется step-by-step restart, когда, например, что самое первое в Google, что самое важное в Google. Мы заходим в Gmail, например. Поиск, допустим, да? Или, допустим, если это Gmail. Что в Gmail самое главное? Вот когда вы открываете Gmail, что вы первым видите? А если еще нет входящих, вы первый раз залогинились? Авторизация, да? Как думаете, модуль авторизации – это большой модуль или нет? Так, мнения разменились. Мнения разделились. Ну, то есть это по сравнению с самим Gmail небольшой модуль, правильно? То есть… Ну, да. Но тем не менее, представим, что функциональность логина, она меньше, чем все остальное приложение, поэтому первое, что видит человек – это логин форма, да? И пока он вбивает все свои данные, можно загрузить ему эту страничку первым делом, чтобы он уже мог начать вводить свои данные, вспоминать свой пароль из 20 символов, потому что вы очень строги, у вас security жестко. После этого вы за 5 секунд загружаете страницу Inbox, да? И уже после этого… Он к этому моменту как раз ввел свой пароль за 2 секунды, да? Он видит уже Inbox. Для него нет никакой задержки. Он не ждет полностью все время загрузки приложения. И только после этого вы уже загружаете все остальные модули. Там Google Drive, который он может пойдет на него, может не пойдет. Там Google Новости и так далее. Получается, что вместо того, чтобы заставить его ждать 60 секунд, вы уже показали ему форму логина, он уже может что-то делать, работать. У него нет раздражения от того, что там у вас надпись Under Construction или Maintenance или что-нибудь такое. Вот. То есть такой подход степ-бай-степ. Дальше. Самая распространенная проблема рестартов – это потеря временного сетевого соединения, да? То есть вот там в свитче что-то сбойнуло или просто переключение с одного сетевого оборудования на другое, секунда и связи нет. Приложение теряет связь с базой данных. Когда оно теряет это, большинство приложений не восстанавливает автоматически связь с базой данных. И они требуют рестарта. То есть потеряли связь с базой данных, нужен рестарт, чтобы его остановить. Очень-очень грустно, но это факт. Это в большинстве приложений такое. Поэтому первое, что нужно прийти, сделать, перейдя на свитчат на работу, это проверить, переживает ли ваше приложение, если выдернуть сетевой шнур и потом вставить его. Что с ним будет с вашим приложением, если у вас база данных и приложение на разных компьютерах? Или клиент и база данных, допустим, у вас на десктопе какое-то приложение. Обязательно проверьте, это очень важно. От этого все смеются в саппорте, серьезно. Но что сложно в том, чтобы отловить потерю соединения и переконнектиться? Ничего сложного, это производит колоссальным потерям. Дальше. Идем почти чуть дальше. Сделали вы приложение, выкатили его в продакшн, вы счастливы, кастомер счастлив. Но кастомер говорит, хочу еще 10 новых фич. Вы подумали, сделали мы новых 10 фич, нужно это выкатить в релиз. Как-то зарелизить. Во время релиза что происходит? Опять же приходится тушить приложение, обновлять его, запускать. Поэтому какой вывод напрашивается, зная, что вы теряете по 4 миллиона долларов в час? Это да. Допустим, что еще? Загрузка кода. Так, ну вот у вас просто один экзешник работает, второй есть. То есть вам нужно его заменить. Вам нужно заменить его максимально быстро, правильно? То есть вам самое первое, что напрашивается в голову, это релиз должен быть очень быстрым. Он не должен длиться там день, два, три, пять, потому что тогда вы теряете деньги на этом. Поэтому те же относятся сюда, в принципе, вещи как и к рестарту, кроме того, что он должен быть быстрым, он должен быть с минимальным даунтаймом. Все знают, что такое даунтайм или нет? Объясню. И обязательно должна быть такая штука, о которой все забывают, бэк-аут-план. Кто знает, что такое бэк-аут-план? Это набор действий, которые вы делаете, чтобы вернуть к старой версии. Большинство программистов настолько уверены в себе, что они никогда его не делают. Они думают, мое приложение не обновится, что-то пойдет не так во время релиза. Вы удивитесь, но в очень многих случаях что-то идет не так. И если этого плана, что сделать, чтобы откатить все назад, нет, то приходится идти по плану обновления и делать все наоборот. То есть добавить таблицу, удалить таблицу, добавить в поле таблицы, удалить в поле из таблицы. И вернуть назад старый экзешник. Старый экзешник, который мы только что перетерли, пойдем найдем в SVN или в CVS старую версию, скомпилим ее, засунем назад. То есть откат обычно занимает без бэкаут-плана раза в 3-4 больше времени, чем если бы он был. А так это такая же обычная процедура. То есть вы в релизе говорите, сделай копию экзофайла, сделай копию схемы базы данных или еще что-то. А в бэкаут-плане говорится, верни назад экзофайл или выполни команду, чтобы дропнуть табличку или дропнуть колонку. То есть вот бэкаут-план это набор действий обратных к релизу. И он всегда должен быть, потому что обязательно что-то пойдет не так. В идеале вот апдейт, как его видят в саппорте, это вот так вот. Есть такой линукс, у него есть команда yam, которая управляет всякими пакетами. То есть yam, апдейт, имя приложения, одна команда. Или если вы не пользуетесь линуксом, у вас Windows, допустим, это должна быть одна кнопка железный апдейт. И такая же rollback. Апдейт, rollback. Человек понажимал пару раз и применил обновление. Вот, есть еще такая штука. Если применяется обновление довольно долго, допустим, там сложная схема базы данных или еще что-то, то уменьшить время простое можно, используя два приложения. Как это работает? Это называется legs, legs ноги. Эффект ног. Да? Я немножко растянул картинку, у нее не такие длинные ноги, не думайте. Смотрите, есть активная нога. Это приложение, к которому коннектится пользователь. Есть пассивная нога. Это точно копия такой же ноги, как активная, но она просто в режиме ожидания, она ничего не делает. Что происходит? Вы апгрейдите пассивную ногу и производите что? Переключение с активной на пассивную. Там есть ряд нюансов. Допустим, если у вас база данных, она, как правило, одна на двоих. То есть нельзя делать одну базу данных для двоих. Но эти вопросы тоже решаются. Но на базу данных обычно уходит меньше времени, чем на самом приложении. Поэтому все решаемо. Но тем не менее, используя такого подхода, вы можете обновлять свою пассивную ногу хоть неделю, хоть две, хоть месяц. Вы никого этим не затрагиваете. При этом переключение происходит буквально за секунды. То есть буквально секунда, и вы переключились на новое приложение. У вас вообще нет никакого даунтайма. Вообще нет никакого простоя, вы не теряете время. И после этого просто происходит обратная ситуация. Активной ногой становится правая нога, в то время как пассивная остается левой. И пример плохого апгрейда. Это апгрейд, который занимал два дня, я не шучу. Два дня, по 8 часов, 16 часов, инженер обновлял приложение. У него было 15 страниц инструкции, как применять обновление. И у него не было бэкаут-плана. То есть не было инструкции назад. И однажды не сработал обновление, и людям пришлось делать обратную операцию. И обратно заняло 6 дней. Это было внутреннее приложение компании, поэтому, к счастью, там никаких кастомер не были затронуты. Но тем не менее, 6 дней плюс 2, то есть 8 дней длился апгрейд приложения. То есть оно было недоступно. В принципе, это вообще недопустимо. Это очень делает грустным людей, и они начинают пить. И теперь следующая проблема. То есть помните, мы говорили о том, что 80% решает проблему рестарта. Мы рестартнули, все хорошо. Что же возникает с 22, 20 остальными? То есть какие могут быть проблемы? Закончилось место. Что еще может случиться, что не даст результата при рестарте? Сетевый, просто сеть пропала, и не восстанавливается. Вы рестартуете? Логин где-то, да. Допустим, если у вас система использует какие-то внешние сервисы, но логин заэкспарился, и все, не работает. Сертификаты, да, SSL. То есть все, что угодно может произойти. И возникает вопрос, что таких проблем может быть миллион. Их совершенно разных. И причина, которую надо найти, на ее поиск уходит очень много времени. Столько же времени, наверное, уходит время найти свою машину на этой парковке в китайском городе. Тут, наверное, я, знаете, раньше мне помогало, когда на машину возил велики, ты выходишь, сразу видишь, моя машина там. Тут даже велики, наверное, не помогут. Тут надо какую-то телебашню небольшую цеплять. Позвони мне, да. И вот такая же приблизительная ситуация часто случается в саппорте, когда нам нужно найти проблему, где, как ее искать. И помогает в поиске проблем в большинстве случаев это логирование. Есть какой-то лог-файл, ты в него заглядываешь, там обычно написано. Проблема в том-то. Но возникает какая проблема? Большинство логов просто содержат в себе информейшн или ворнинги. Или, допустим, ошибки. Или отладочную информацию. Но нет переключения между этими уровнями. Приведу пример. Допустим, на уровне информейшн мы просто, допустим, даже не так. Давайте разберем error и debug. На уровне error мы просто скидываем только ошибки в лог. То есть когда что-то прошло не так. На уровне debug мы скидываем все, вплоть до SQL-запроса. То есть мы скидываем все SQL-запросы, все вызовы функций, там вызовы внешних каких-то процедур и так далее. И по debug в логу совершенно точно можно отследить, что происходило с приложением, что привело к ошибке. По error в логу не всегда. То есть у вас нет никаких сообщений 3 дня, потом бац, ошибка. И ты думаешь, от чего она 3 дня до этого работала, что она делала до этого 3 дня. И тяжело. В принципе, в большинстве приложений есть уровень debug, его можно выставить. Но основная проблема это в том, что нельзя менять это на лету. То есть для того, чтобы поменять error level, большинство приложений нужно рестартовать. То есть ты стопаешь, меняешь в конфиг файле уровень логирования и запускаешь. Тогда ты видишь debug. Возникает опять же downtime, который нам не нужен. Причем я совершенно не вижу причины, чтобы сделать переключение логирования процедурой онлайн. То есть чтобы ты просто поменял где-то какую-нибудь галочку, и приложение начало писать сразу, поменяло там какую-то переменную булевскую, дебаг или не дебаг, и начало писать сразу все отладочные информации. При этом что происходит? Мы включили на время дебаг, нажали на кнопку, которая производит к ошибке, получили этот дебаг огромный, выключили его, и получили просто в логе отладочную информацию просто для одной функции. Мы сразу можем отследить, в чем проблема. При этом мы не рестартовали приложение дважды. Почему нельзя возникать вопрос? Почему бы не оставить его в бакмоде всегда, в основном есть вся информация? Кто знает почему? Слишком много логов. Есть сейчас один клиент у нас, которого 250 веб-серверов, каждый из которых генерирует 3 миллиона строк записей в минуту. Вы можете представить, сколько будет отладочной информации, если они включат все свои дебаг-логи. То есть там идет разговор о терабайтах в день с огромной количеством. Поэтому дебаг нельзя оставлять включенным, только, допустим, error. Но при этом увидели ошибку, мониторинг среагировал на ошибку, мы заходим в приложение, переключаем на лету в дебаг, видим, что происходит во время ошибки, выключаем, и только потом разбираемся с проблемой. Это очень важно. Нужна вторая задача, когда вы придете завтра на работу, это проверить, можно ли у вас уровень логирования. Во-первых, есть ли у вас такие уровни логирования? Разграничены они, и можно ли их переключать на лету. Это очень важно для команды поддержки. И моя любимая секция – это разбор ошибок. Вот да, допустим, все у нас прошло хорошо, мы нашли ошибку в логе, пытаемся с ней разобраться. Но для начала давайте кто-нибудь ответит, что означает этот знак. Не бойтесь. Нет, это не так. Подсказка – это дорожный знак. Да, это пешеходный переход в Ирландии. Они решили вот так вот разнообразить свои знаки. Пешеходный переход в Ирландии выглядит именно так. Смерть косой переводит человека. Юмор черный в Ирландии. Да. И теперь давайте вернемся к жизни, и просто фуфан, как говорится, кто-нибудь скажет, что означает эта ошибка. Так, не найдена таблица в базе данных. Какая таблица? По коду, это код Ракловый, он не скажет, какая таблица. Какая таблица? В какой базе данных? В результате какого SQL-запроса? Вот в лог-файлах, как правило, просто вываливается вот такая ошибка. Table not found. И как ее, простите, интерпретировать, где не найдена эта таблица? Как в саппорте понять это? Никак. Возникает вопрос. Если мы добавим debug-level, вот сверху что-то не хватает, не хватает debug-level. Debug-level может выглядеть, например, вот так. Модуль HR, SQL такой-то, ошибка такая-то. Какой таблицы не хватает? Кто скажет? Celery, правильно. Включили на время debug, увидели ошибку, сами ее устранили. Мы сразу можем зайти в базу, посмотреть, ага, кто-то удалил эту таблицу. В Oracle есть такая штука, корзина. Вы удивитесь, но в базе данных есть корзина, как в Windows, и оттуда можно восстановить таблицу. Восстановили прямо в саппорте эту таблицу из корзины, и она снова появилась, и приложение начало работать дальше. Мы не звоним в час ночи девелопера, мы не спрашиваем, какая может быть таблица, исчезнувшая из баз данных. Он тоже не знает. Откуда он знает? Он тоже полезет в код, поставит какие-то breakpoint у себя в отладчике, начнет искать, какой таблицы не хватает. Это гораздо проще, мне кажется. Сможете спать спокойно. Или вот моя любимая еще, тоже очень часто, Division by Zero. Где поделили на ноль, кого поделили на ноль, вообще непонятно. В то время, как, допустим, вот так вот, кто мне скажет, в чем проблема? Вот с человеческим текстом кто-то может озвучить? То есть приложение делало то-то, а? Так. В модуле Salary. Что мы могли делать? Вот что могло делать это приложение? Так, то есть что делало приложение вообще в целом? Давайте подумаем. Так, высчитывало зарплату в день. И почему получилось делили на ноль? Вот, правильно. То есть мы что отсюда можем взять? Мы можем пойти, посмотреть, у кого из сотрудников, что? Кто не работал. Да, мы можем найти и увидеть, ага, этому человеку не проставили количество рабочих дней. Мы сами говорим пользователю, вы не проставили количество рабочих дней. Проставьте, все посчитается хорошо. Он проставляет, мы посчитали. Мы опять же не привлекаем девелоперов сюда. Мы сами видим весь ответ. То есть вам нужно в логах дать максимальный ответ на то, почему произошла ошибка, почему произошла проблема. Это не обязательно должен быть Java exception такой вот, сред огромный. То есть можно вот такими вот обычными сообщениями это писать. Есть. Идем дальше. Пусть у нас доступное приложение, пусть оно как бы с хорошей обработкой ошибок и так далее, но оно бывает иногда медленным. Да, все видели такой вот значок. Да, кто не видел? Есть такой? Кто не сталкивался с тем, что приложение медленное? Есть люди, которые никогда не раздражало медленное приложение, которое там кликаешь, кликаешь, оно ничего не делает? Нет. И вот, да, было бы хорошо. И вот оно как бы загружается, да? Оно загружается, оно загружается, оно загружается. Мы засыпаем. То есть ничего не происходит. Да, уснул пользователь. Это очень такая смешная, конечно, ситуация. И возникает вопрос, что можем мы померить в продакшене, в саппорте. Саппорт-команда может измерить, грубо говоря, загрузку процессора. Мы видим, что загрузка процессора нормальна, процессор не перегружен. Мы можем посмотреть, что память тоже у нас 50% использована. В принципе, это нормально. Мы можем посмотреть, сколько на жесткий диск нагрузка. Три самых основных показателя в саппорте. Процессор, память, нагрузка на жесткий диск. Еще на сеть, но сеть чаще, реже страдает. В то же время, нам интересно, почему приложение тормозит. Мы посмотрели, все нормально. CPU в норме, память в норме, дисковая система не нагружена. Но приложение все равно тормозит. Нам хочется понять, почему. Точно так же, если я покажу вам, как я езжу домой, я приблизительно езжу вот так. Домой. Это Яндекс.Навигатор. Кто-нибудь работал с ним, знаете такую штуку? И вот у них есть совершенно гениальная штука, которую они недавно добавили. Это прогресс-бар, я его называю. Такая штука, которая показывает твой путь домой. Вот от старта, вот здесь вот конец, вот мой дом. И он показывает красным, где будет тянучка или пробка. Я точно знаю, что это Вадима Геттмана. Вот здесь вот я заезжаю на индустриальный мост. Дальше еду до метгородка. Там проблемы с заездом на мост опять. Потом проблема перед разворотом возле моего дома и так далее. То есть я, глядя на эту карту, просто на прогресс-бар, уже знаю приблизительно, где у меня будут проблемы. И как их объехать, самое главное. То есть это вот такой вот наглядный пример плохого перформанса на дорогах. И как его починить, как его объехать. Вот казалось бы, почему точно так же нельзя сделать в приложении? Чтобы был какой-то механизм, который говорит, медленно, вот здесь. Медленно работает хомпейдж. И вы тогда сразу понимаете, что хомпейдж завязан, допустим, на какой-то сервера патчей. Нужно пойти посмотреть на него, в чем проблема. Или, допустим, кто-то добавил, часто бывает с веб-серверами, кто-то добавил баннер, который вообще внешний для вас. И этот баннер медленно грузится. И вся ваша страница медленно из этого грузится. Потому что баннер, например, сверху, условно говоря. О таких вещах хочется знать. Хочется знать, что все остальное работает нормально, а вот здесь медленно. По общей производительности приложения вы никогда в жизни не скажете, что все плохо. В общем, сервер будет работать нормально. Но тормозить будет где-то вот здесь. Хочется знать об этом. Возвлекает вопрос, как это сделать. Так, вот. На уровне функций сделать что-то. То есть какие-то тайм-ауты или проверки. А кто-нибудь знает про готовый механизм, как это можно отслеживать, ничего не делая? Тогда я вам подскажу. Есть такая штука профайлинг. Кто сталкивался с профайлингом? Ну, это, ну, как бы оно внутренне-внешнее. Хорошо, наверное, формулировка может быть не совсем правильная. Профайлинг – это способ сказать, сколько раз вызывалась каждая из наших функций, сколько времени она на это потратила, да, на вызов этих функций. Профайлинг – это скорее подход, что ли. То есть, допустим, грубо говоря, для большинства языков программирования есть профайлер. Это приложение, которое может вам во время его выполнения сказать, сколько раз процедура вызывалась, сколько тратится на один вызов ее, и сколько это в процентном соотношении. То есть отсюда мы видим, что функция MA Update Screen выполнялась 62% времени, и, допустим, время отклика у нее 1 миллисекунда, значит, все хорошо. А вот если, допустим, 5 секунд она выполняется, то уже все плохо. И просто из этого профайлера можно точно сказать, что у нас проблема во время перерисовки экрана. Значит, что-то там не так. И надо пойти именно там починить. То есть вот если сравнить, что мы можем сделать в саппорте, это такой бинокль, по сравнению с тем, что вот если у нас есть профайлер, то можно сделать development. И возникает вопрос, что совершенно несложно для большинства языков программирования этот профайлинг тоже завернуть в красивую коробочку, отдать саппорту и сказать, вот список функций. И если вы увидите, что функция MA Login работает медленно, значит, скорее всего, вот внешний какой-то провайдер логинов, допустим, Google или Facebook, если вы используете API для логина на сайт через Facebook, он, наверное, медленно работает. И это можно прямо в саппорте определить, не привлекая, опять же, девелоперов. То есть гораздо сильно упрощает и ускоряет процесс поиска проблемы. Так, с перформансом тоже понятно, да? То есть очень простой способ. Вы берете профайлер, отдаете вот саппорту, практически не инвестируя никакое время в разработку при этом. Дальше. Внезапный рост нагрузки. Представьте, что у вас было маленькое приложение, да, и... Он может часть проблем, и мне кажется, это большая часть проблем, решить сам. Допустим, он по этому списку видит, что... Ну, допустим, вот хороший пример, функция Login, да, когда вы отдаете юзернейм, логин, и человек логинится. И вы знаете, что у вас логин, своего собственного нет логина, у вас есть логин через Facebook. И вы можете точно узнать, что если логин тормозит, значит, с Facebook что-то не так. Вы идете на Facebook, смотрите, что действительно Facebook лежит. Условно говоря, он, конечно, редко лежит, но, допустим, у вас там есть какие-то проблемы. Вы создаете тикет в саппорт Facebook, звучит, конечно, странно, но такие крупные компании, как Sky News, они создают тут же тикет в Google или в Facebook, у них есть поддержка, за которую они платят. Им чинят эту проблему. И мы сами, уже не привлекая девелоперов, можем понять, в чем проблема. Просто логически подумав, потому что вот этот список функций, если они названы не 1, 2, 3, 4, 5 функция, функция 1, функция 2, функция 3, а они нормально названы, то из этого можно уже создать картинку, что медленно работает. Были случаи, когда мы, допустим, для Python, используя профайлер, кто мы сами можем прикрутить. Мы не всегда можем прикрутить профайлер для экзешника, который уже скомпилинен, но для скриптовых языков такие случаи были, когда мы сами их прикручивали. Но если, допустим, у вас... Хорошо, другой пример. Давайте тогда попробуем найти более убедительный пример. Допустим, функция загрузки файла с диска какого-то. Допустим, вы логинитесь, и у вас есть какой-то юзерпик, который вы грузите с диска и показываете человеку. И вот она вдруг раз и вышла в топ. 99% времени вы читаете этот диск. О чем это может говорить, если мы представим, что вы команда саппорта? Ну и выключен... Он бы вообще тогда ошибки сыпались. Ошибок нет, а просто медленно. То есть что-то не так с этим диском. Мы заходим, смотрим на статистику работы диска, а он работает медленно. То есть для тех, кто не знаком с внутренностью, и там рейт массив вылетел, рейт пятый, сразу деградейшн страшный, то есть нечтение, и все работает очень медленно. И мы это сразу видим. Вот, автоматически. Таких примеров целая куча. На самом деле это здорово помогает, и примеров можно приводить массу. Теперь более убедительно, да? Это зависит, опять же, от языка программирования. Допустим, с тем же Python скриптовым. Можно это и в саппорте сделать. Да. Так. Если он совместим, да. А, ну если, допустим, у вас там вы написали, я не знаю, с .NET плотно не работал, там можно к готовому .exe файлу прикрутить профайлер? К любому, да? Ну вот, то есть если это... Вот вопрос у меня такой. Возможно ли в .NET там или подключить к существующему .exe-шнику профайлер? То есть у меня есть .exe-шник? То есть ничего не меняя в .exe-шнике, да? И он сам будет... Как минимум надо, да, как минимум надо это скомпилировать. И даже вот, ну, грубо говоря, я об этом знаю, да, если вы мне будете отдавать свое приложение в саппорт, я вам скажу, а вы можете дать мне еще профайлер? А кто-то может этого не знать. То есть вы в проекте вам предложите, скажите, давайте мы это включим как в стандартную поставку. И кто бы его не поддерживал, вы не можете знать, сегодня это поддерживают одни ребята, завтра это индусы будут поддерживать, которые в жизни вам этот вопрос не зададут. А вы им сразу дадите эту фичу и скажите, что вот в случае чего, вот тебе профайлер и небольшую инструкцию. Если ты увидишь проблему вот с loadpicture, значит, посмотри, что там может быть с диском у тебя. Пару примеров приведите им. И поверьте, у них глаза на лоб спера полезут, но потом они скажут спасибо. Это очень полезная штука. То есть цель этого в том, чтобы вы тоже стали как бы involved, то есть стали заинтересованы в этом. Понятно, да? Отлично. Так, теперь вернемся к росту нагрузки. Вот представим, что приложение как бы работает хорошо, но тут к нему пришла популярность, пришла слава и выросла посещаемость в разы. Кто знает, что такое хаброэффект? Или не знает, что такое хаброэффект? Да? Кто-то не знает? Или все знают? Все знают. Отлично. То есть когда случается хаброэффект, то посещаемость вырастает вот так вот в тысячи раз. и возникает вопрос, что делать с приложением, да? И для того, чтобы масштабировать приложение, масштабируемость – это возможность увеличить пропускную способность или добавить больше пользователей, чтобы они работали нормально. И вот бывает несколько видов масштабирности. Бывает вертикальное, когда у вас есть один сервер, на котором работают тысячи пользователей, да? В какой-то момент он перестает справляться, появляется сто тысяч пользователей. Вы берете и покупаете больше сервера. Был маленький сервер, стал большой. То есть вертикально увеличили его Вам не нужно менять само приложение Оно работает на том же сервере, на той же архитектуре Просто вы взяли его и купили больше И вот допустим большой сервер Oracle Просто для информации Не знаю, у кого сколько оперативной памяти дома на компьютере? У кого-то есть 8 гигабайт? А 16? 16 ни у кого нет 32 Я подготовился У этого компьютера небольшого, который занимает вот такая огромная полка 26 терабайт оперативной памяти То есть это во сколько? Чуть больше, чем в 26, это в несколько тысяч раз больше, чем у вас будет на компьютере В любом случае даже после того, как приедет ваш заказ У него 328 ядер То есть там в районе где-то 100 процессоров И 224 терабайт места То есть там можно поместить где-то в районе 2-3 XUA Знаете такой сайт, там где все фильмы лежат То есть они все влезут сюда дважды на этот сервер Вот, то есть это называется вертикальная масштабируемость Мы взяли, просто купили больше компьютер Но стоит такая штука Кто угадает, сколько стоит? Давайте пальцем... А? Пальцем... Ну где-то да, да То есть они где-то стоят вот там от 500 тысяч и выше Вот такие вот сервера То есть не каждый может их купить В то время как тот, который слева, может стоить 3000 То есть нельзя сразу где-то взять, достать в 500 раз больше денег И сказать При том, что производительность не будет в 500 раз больше Поэтому чаще всего используют горизонтальную масштабируемость То есть берут сервер один, да Если появилось еще 1000 пользователей То берут еще один сервер И на него отправляют, допустим, другую 1000 пользователей Такой получается себе горизонтальный кластер Но возникает вопрос в том, что у них, как правило, одна база данных общая И вы не можете взять, поставить еще две базы данных между ними База данных даже по-прежнему одна, да И они должны как-то согласованно эти данные оттуда читать Чтобы пользователь не зашел одновременно на два application сервера Чтобы они были распределены Или чтобы они не использовали одни и те же данные И не блокировали друг друга в базе данных И вот горизонтальная масштабируемость Ее нельзя сделать из любого приложения, которое уже в саппорте Если у вас в саппорте уже есть приложение То сделать масштабируемость без того, чтобы ее заложить на этапе development Это не всегда возможно Поэтому если у вас планируется какая-то масштабируемость То первое, что нужно спросить у заказчика Сколько мы ожидаем пользователей? Он говорит, тысяча А через год, а через два, а через пять Как вы собираетесь с этим справляться? Будет ли у вас 500 тысяч на вот этот большой сервер? Если нет, то давайте, может быть, подумаем о том Чтобы предусмотреть механизмы в приложении Чтобы это приложение работало сразу на двух серверах На трех, на тысячи И по сути, смотрите, если мы вернемся назад То здесь прирост сколько у нас произошел? В сто раз, да? Было тысяча, пользователя стало сто Хотя, по сути, не совсем линейная зависимость А здесь мы можем линейно практически масштабировать То есть по тысяче пользователей на каждый сервер Который стоит по тысяче долларов Словно говоря То есть то, о чем нужно пятое или шестое уже прийти и подумать Это спросить себя, масштабируемо ли мое приложение И как его сделать масштабируемым Что нужно учесть? Работа с базой данных и так далее Есть такое И есть такое еще понятие Обратная масштабируемость То есть представьте, что вы создали кластер большой Из 20 компьютеров, да? У вас есть 20 тысяч пользователей И потом половина этих серверов вышла из строя Что произойдет, как думаете? Ну, у вас, допустим, 20 серверов На каждом по тысяче пользователей И половина серверов вышла из строя Что произойдет? Должно работать Вот ключевой момент А будет ли оно работать? Так, и что произойдет? А насколько будет тормозить? И будет ли настолько тормозить, что вообще никто ничего не сможет делать? Вот, возникает вопрос, что, допустим... Хорошо, все правильно мы говорим И я вам раскрою секрет То есть по тем данным, которые у меня есть Что происходит? Допустим, у нас пропала половина серверов И чаще всего Производительность настолько падает Что пользоваться приложением все равно невозможно То есть у вас 20 тысяч человек Пытаются по-прежнему логиниться на сервера Но они ничего не могут сделать У них тайм-ауты везде случаются И они ничего все равно не могут сделать Поэтому возникает вопрос Что с этим делать? И прежде чем ответить на этот вопрос Посмотрим на пару картинок Поедет ли такая машина? Наверное, нет Полетит ли эта собачка? Тоже нет А вот, допустим, Боинг Вот такой Как думаете, на скольких двигателях он может лететь? На одном Ну, по разным данным Говорят на двух Потому что на одном тяжело ему будет Но он, наверное, может сесть А лететь полноценно он может на двух То есть... Наверное, да От мастерства пилота Долетит или нет Но, тем не менее На одном он может сесть Гарантированно На двух он может долететь До пункта назначения То есть Или там до ближайшего аэродрома Вот Возникает вопрос Почему тогда приложение Которое потеряло половину серверов Становится полностью неспособным И падает вниз? Либо запас прочности Но, с другой стороны Есть ли смысл держать Там запас прочности В два раза больший Для проблемы Которая может не возникнуть? В принципе, да В принципе, да В принципе, это хороший вариант Какие еще можно придумать варианты? Не говорите, какое место вы имели в виду Так, хорошо Получается, что Что можно придумать с тем Что у нас теряется производительность? Как нам обеспечить работу Этих пользователей? Так Ограничить функциональность Либо Либо интерфейс уменьшить Допустим, две версии интерфейса Какой-нибудь очень богатый Который грузит И просто текст Или одна кнопочка Давай все-таки купим Нам все плохо Сверху надпись Но давай мы купим Ты не потеряешь свой заказ И корзину Так, вторая проблема Как ограничивают? Второй подход Вот, количество Итого у нас две Молодцы Назвали две причины Два способа Первый Это ограничить функциональность Сделать в конфиг файле Возможность Отключить Google Drive Отключить Google News Отключить то-то И оставить только Gmail Gmail равно true Все остальное равно false Или ограничить количество пользователей То есть сказать, что Мы логиним максимум По тысяче на сервер У нас осталось В живых 10 серверов То есть мы логиним максимум 10 тысяч пользователей Всем остальным Говорим, извините У нас временные трудности Вам не повезло Но при этом мы не всех 20 тысяч Сделали жизнь кошмаром А только 10 То есть мы половину людей Сохранили Печаль А? И кнопку купить Но даже вот эти Если реализовать Два этих подхода То вы сможете Играя с ними Вообще добиваться Чего угодно То есть, грубо говоря Вы отключили Gmail И еще и оставили 10 тысяч пользователей Это вообще будет Супер Вот Это как бы уже будет Не ваше Скорее все решение А решение там Бизнес-онеров И так далее Итак, нужно это протестировать Как вот молодой человек Правильно сказал Добавить возможность Ограничить функционал Как девушка сказала И как правильно сказать Сказал ограничить количество Пользователей На уровне конфига Какого-то конфигурационного файла Есть Переходим К документации Кто когда-нибудь Писал документацию К своему продукту Двое А шпаргалки Ну давайте Не стесняйтесь Никто не писал Шпаргалки Не верю Трое человек Может так проще Будет признаться Так Антон Антон Заерзал на стуле Он не хочет признаваться Он наверное давно был Хорошо Бомба Есть Итак Добрая половина Итак Что лучше на экзамене Бомба Или учебник Бомба Почему Быстрее Там есть все коротко Все что нужно Да То есть там нужен только тот объем информации Который вам нужен Вам не нужен учебник Точно так же в саппорте Документация Кто писал документацию для продукта Она выглядит приблизительно Вот так То есть 300 страниц текста И вот теперь представьте У меня упало приложение Мне нужно его рестартануть Мне нужно найти информацию О рестарте В этой огромной Ненужной мне книжке Нужно Скорочтение Один из подходов Так Один из подходов Это потратить миллион долларов И добиться Чтобы все читали В саппорте Со скоростью Две страницы в секунду Еще варианты Так Есть То есть написать Еще одно приложение Вариант Вариант Поддержка Часто задаваем вопросы То есть снизить количество проблем До каких-то вопросов Что делать Чтобы рестартануть Что делать Чтобы остановить Где посмотреть на ошибки Так Отлично Мне нравится Этот вариант Супер Ну по сути да Но там скорее всего Есть какое-то Там есть оглавление Но вот оно мне Не очень помогает Мне допустим Из 30 пунктов У меня уже лежит приложение Мне надо Даже оглавление Прочитать 30 пунктов И понять Что имел ввиду человек На В пункте Обслуживание приложения Или допустим Разрешение проблем Куда мне идти Где мне Почитать Где найти рестарт В проблемах Или в обслуживании И мне нужно сперва Супер То есть вот как бы Совмещаем два ответа Да И получаем Что документация Для саппорта Должна быть короткая Очень легко используемая Да Какая-то иерархия Допустим Там Сверху 4 варианта Как рестартануть Как запустить Как остановить Где посмотреть налоги Гиперссылки И внизу небольшой текст Да Как это все прочитать И она должна быть интересной Потому что Вот вы удивитесь Но когда читаешь Читаешь документацию К приложению Оно Когда написано Таким занудным Литературным формальным языком Начинаешь зевать Засыпать Если его немножечко Разнообразить Потому что команда Саппорт Это не классный Мер Это внутренняя команда И перед ними Не обязательно делать Все формально Им можно взять Это интересно Вот Добавить какие-то картинки Разнообразить И его читать Будет интересно Почему это важно Почему интересная документация Должна быть Потому что Приложений в саппорте Много 150 Если ваша документация Интересная Скорее ее прочитают Будут знать И лучше запоминаются Всякие такие моменты Они Знаете Такие эмоциональные всплески Вызывают И запоминаются лучше Чем простой Сухой язык Поэтому короткая Легко используемая И обязательно интересная Прочитайте сами Свою документацию Если вы ни разу Не зевнули Значит все хорошо Дайте прочитать Младшему брату То есть Вот такой подход И вот простой пример Самой короткой документации Да Как проверить Что приложение запущено То есть Проверить Работает ли процесс СМОН Как его запустить Выполнить команду Такую Как остановить Вот такую Где лежат Лог файлы Кому звонить В случае Если все плохо Самая простая документация Понятное дело Ее можно расширить Какими-то Параметрами Такая коротенькая документация В саппорте Называется Runbook По-английски То есть Это вот Как бы Информация о том Что делать С приложением Она должна быть Очень коротенькая 2-3 страницы Не больше Потому что Все что больше Читать никто не будет Если приложение 150 А у вас У каждого Документация на 150 страниц То несложно Перемножить 2 числа Чтобы понять Что это будет 4,5 тысячи страниц Которые никто читать Разумеется Не будет Вот Итого Подводим итоги Того Что было важно Сказано На уроке Кто вспомнит Давайте попробуем Вспомнить Что важно Что вы будете делать Завтра Когда придете на работу Что можно было поменять Уровень логирования Вот человек Было очень важно Это он запомнил Дальше Проверить Есть ли масштабируемость Что будет Если приложение Придет на тысячу Больше человек Можем ли мы Это обеспечить Так Есть Дальше Создавать Мониторинг чеки На основании Своих юнит-тестов И каких-то наработок Во время тестирования Потому что сейчас Тестировщики тратят Огромное количество времени Почему бы Его просто не использовать дальше Так оно теряется А так мы его можем Использовать дальше Продолжение жизни Поэтому все Кто Тестировщики Есть тестировщики в зале? Нету? Ну ладно Жалко Ну вот Если бы они были То я бы вам посоветовал Это будет как знаете Все хотят оставить После себя что-то В том числе В плане работы И вот это очень классная штука Она будет дальше Ее будут использовать люди И радоваться Блин, какой классный Юнит-тест Вот Что еще было? Кто помнит? Правильная документация Легкая, быстрая И Главное Интересная Еще Быстрый старт Быстрый апдейт Иначе мы теряем деньги Правильно? При этом А апгрейд Какой можно еще сделать? С ногами Обновили одну ногу Стали на другую ногу Есть Что еще было? Я уже сам забыл Давайте посмотрим Итак Даунтайм Это дорогая штука Сколько там Амазон терял? Кто помнит? 4 миллиона И 3 миллиарда 4% акций Круто Пишем сами Мониторинговые чеки Как мы сказали уже При помощи тестов Делаем быстрый рестарт Быстрый апгрейд Используем ноги Про сообщения Об ошибках Никто не сказал Сообщения об ошибках Должны быть говорящими Они должны Не просто говорить Что таблица не найдена Они должны говорить Какая таблица не найдена Плюс переключение Между уровнями логирования Реконнект базе данных Никто не вспомнил Но это очень важно Чтобы при потере Сетевого соединения Приложение не останавливалось Наглухо Чтобы оно Рестартовало Коннекшн И продолжало дальше работать Это касается Не только сети А всех внешних Каких-то Ресурсов Которые вы используете Внешний какой-то Сторидж Еще что-то такое Опять не вспомнили Помните про Проблему Обратной масштабируемости Когда у нас Половина серверов Вылетает Нужно обеспечить Ограничение функциональности Либо количество пользователей И масштабируемость Сказали И документацию Сказали Ну вот как бы Мне кажется Что эти все шаги Сделают вашу Саппорт-команду Счастливой Они грустны Как тот человек Который запил Из-за апгрейда На два дня И соответственно Они будут поддерживать Ваше приложение Лучше гораздо Чем могли бы Потому что Действительно Если у вас 150 приложений И вы какое-то приложение Просто ненавидите Потому что Сперва оно не стартовалось Потом оно не апгрейдилось Потом там Какие-то дурацкие сообщения Об ошибках То все еще раз Когда возникнет проблема С ним Он скорее Подумает Ну нафиг Спихну на кого-то другого Подожду пока смена закончится То есть никто не будет его поддерживать А если оно клевое И классное То его соответственно И поддерживать будут Вот Ну вот как бы все Конец Вопросы Мне кажется Мы построили так Общение Что сразу все вопросы Старались отвечать Да По этому вопросу Есть вопросы Так А кто-то знает в зале ответ? Не то чтобы я пытаюсь Подсказать То есть вопрос в чем Кто должен организовать Какой-то человек Или как лучше Организовать процесс Как ее поднять Очень просто Заставить их Побыть Знаете что такое Онкол Это онкол Это когда ты дежурный Вот те приложения Которые мы поддерживаем Иностранные У каждого приложения Есть девелопер Который Определенное время Отвечает за проблемы С этим приложением Ну условно говоря У вас 4 девелопера Или 5 Первый отвечает По понедельникам Второй по вторникам Третий по средам Четвертый по четвергам Если команда саппорта Не сможет сама найти проблему Она звонит Человеку из девелопмента Он подключается И помогает найти проблему И вот Вывод как напрашивается Как замотивировать Если все плохо С приложением Он сам замотивируется Ему будут звонить ночью И говорить Твое приложение упало И такое действительно было То есть Действительно был успешный опыт Когда человеку Постоянно звонили Причем вплоть до того Что мы знаем Как решить проблему Но мы из вредности Звоним ему И просим помочь Потому что Ну как бы Что же не железное Чинить одну и ту же проблему 50 раз в неделю Это как бы напрягает И люди действительно Шли на уступки Говорили Да, мы Знаете Наш бэклок задач На следующий рейс Мы его подвинули Решили все ваши проблемы Пожалуйста Не звоните нам больше Вот это очень круто Мотивирует Но Если серьезно Если мотивировать До самого релиза То Возникает вопрос Зачем вам это нужно Зачем вам задавать С этим вопросом Если вы задевелопили Отдали и ушли на другой проект Вопрос хороший Но Мне кажется Что если вы Завтра Придете Посчитаете стоимость Даунтайма Посмотрите на все проблемы Которые у вас есть Из того что мы перечислили Придете к своему руководству И скажете Вы знаете Мы можем потерять В нашем продукте столько-то И мы можем это избежать Сделав то-то, то-то и то-то Как думаете Что скажет ваш Начальник Или продактован Или заказчик Ну может Что на вас лично Вам нужна ваша польза Корыстная Скорость Какая Он подумает Нифига себе Кто-нибудь до этого До вас вам такое говорил Как думаете Кто-нибудь задумывался о том Что будет с его приложением Как этого избежать Никто Очень мало людей об этом думает Поэтому вы автоматически В его глазах вырастаете На уровень выше всех остальных И он вас делает PM Ну словно говоря Если вы хотите Но на самом деле Так и есть Это То есть Иностранные заказчики Те С которым я говорил об этом Они Количество Раз Которые они писали Aves Или там Great Или там что-нибудь такое Оно зашкаливало Просто там куча писем Вот Это очень круто Круто на самом деле Работает на репутацию человека Попробуйте Кстати Вот Расскажете Если что На email мне сбросите Если кто-нибудь скажет Да ну нафиг Это все ерунда Такое тоже может быть Потому что У него тоже может быть Свой босс Который требует Побыстрее выкатить в продакшн Ему неинтересно Но вы по крайней мере Попытаетесь сделать Вы в любом случае Для себя Свою выгоду вы получите Потому что Даже если над ним есть босс Над вашим боссом Он не сделает это Но про вас он хорошо подумает Так что Личная корость тоже есть 4000 Могу рассказать Конечно Так Начнем по порядку Программы мониторинга Их довольно много Те которые мы используем Это Нейджиус Есть такая штука Вот Опенсорсная И для баз данных Мы используем Oracle Enterprise Manager Вот Ну Для Не Rockload Баз данных Мы пишем Чеки В Нейджиус Допустим Для него Очень много Написано В том числе Для уроков На MySQL На Postgres Который мы используем И так далее Бывает и такое Ну Допустим Самая большая Программа Которая работает На экзефайлах Это MS SQL Server Очень большая Программа Которая там В памяти Может занимать SQL Server Тоже Да Это Да Вот По программам Мониторинга На самом деле Довольно много Существует разных Но вот Нейджиус Это одна из самых Популярных Сейчас Которую мы используем Она поставляется С кучей проверок Для баз данных Для серверов Приложений Там Около 100 приложений Которые она поддерживает То есть можно готово Использовать Но мы как правило Кастомизуем То есть мы берем Чек Это скрипт какой-то И мы немножко меняем Чтобы удовлетворял Нашим Каким-то требованиям По требностям Вот По базам данных У нас это Oracle MySQL Postgres Используется Такой стекл Postgres тоже из Нейджиуса Для него есть Написанные чеки Для Нейджиуса Вот По поводу организации Структуры Само подразделение То там есть Разграничение на Инженеров В баз данных Да То есть DBA Есть инженеры Которые отвечают За сервера Системные инженеры Есть инженеры Которые отвечают За сеть За storage То есть это Отдельные группы То есть отдельный отдел Который занимается Базами данных Отдельно Системные инженеры Отдельно Приложения Это системные инженеры Занимаются То есть те же Кто следят за операционной системой Они же следят за приложением Вот так Есть еще отдельная команда Людей Которые занимаются Чисто мониторингом Это люди Которые настраивают Мониторинговые системы И следят за ними Потому что Мониторинга очень много И есть также Еще системные аналитики которые следят за алертами. Алерт – это когда что-то случается, приходит уведомление о алертах, что-то случилось. Есть специальные инженеры, аналитики, которые сидят, приходят алерты, они анализируют, в чем проблема. База данных отдает в отдел баз данных. А? Штат на текущий момент 50 человек. Ну, серверов, вот 4 тысячи поделите на серверов очень много, но количество проблем с сервером, это же не каждый день с сервером проблема, поэтому проблем в день где-то около 20-30 приходит тикетов. Да, дежурство распределено между Киевом и Китаем. Две смены в Киеве с 8 утра до часа ночи и одна в Китае ночью. И это еще не очень большая команда поддержки. Скайп, телефон. Конечно, да, если подходит конец смены, происходит такой хендовер, да, похожий очень на стендап, да, у девелоперов. То есть люди подключаются на телефон, каждый рассказывает, что он делал, все ли он сделал, надо ли что-то передать, передает конкретно человек, говорит, кто может взять такую проблему. Он говорит, они уходят и отдельно уже беседуют о том, чтобы передать проблему. То есть пока человек не передал проблему, он не уходит. Сервера, вы, по-моему, из BBC. Нет, территориальные сервера находятся в разных странах, то есть часть в Великобритании, часть в Амстердаме, потому что на них находится то, что нельзя хранить Великобританию. Как называется? До этого еще не дошли. К счастью, все пока в зданиях таких каменных. По поводу китайцев, кстати, вот интересная штука, что у них очень такой менталитет. Кто знает про особенности какого-то менталитета китайского? Это круто, буду знать. Не знаю. То, что мы обнаружили, это здорово помогло потом в работе, это то, что они никогда не говорят «нет». Для китайцев сказать «нет» – это страшно. Они никогда не говорят «нет», тем более европейцу. Они, китайцы, считают себя умнее всех, если вы не знали, и особенно европейцев. И «нет» они никогда не говорят. Поэтому, когда ты говоришь «ты точно понял, что нужно сделать?» Она говорит «мгм». Скорее всего, он ничего не понял. И мы с этим сталкивались. Ты передаешь ему какую-то проблему, приходишь на себя еще в утро, а он ничего не сделал. И сидит, молчит. Вот, условно говоря, такое было. Поэтому вопрос к китайцу надо ставить не «все ли ты сделал?», а «как его ставить?» Надо, кто подскажет. Как ты будешь это делать? Правильно. Ты говоришь «опиши мне все, что я тебе сказала, как ты это будешь делать?» Он говорит «хорошо, давай заново». Пока он не ответит, нельзя с ним соглашаться. Еще у них очень странная культура. Наш начальник поехал к ним из Великобритании однажды. И вот они сходили все на обед, он вернулся, сел поработать, проверить почту, слышит храп справа. Поворачивается, а человек спит, китаец. Он такой, ну ладно, мало ли, может быть, человек там ночью занят был, не знаю, спит. Слышит с другой стороны храп. Поворачивается еще один спит. Через пять минут спали все. Абсолютно. Вот у них такая вот культура в Китае. Они после обеда немножечко, там, ну кто 15, ну кто полчаса, кто час, кто сколько проспит, они отрубаются и спят. А в саппорте это что означает автоматически? Ну представьте, у вас в саппорте вся команда заснула. Он такой встал и, ну они вежливые британцы, знаете, как вот эта картинка, когда американец просит о помощи, там, help, help, help. И британец, когда просит о помощи, он говорит, excuse me, sir, can I take your attention, please, for a few seconds? I'm very sorry to disturb you, but can you please help me? Вот так вот. И он встал и очень вежливо начал их просить, как бы так не делать. Но вот есть такие особенности в Китае, важные. Так, вопрос вот, sorry, отвлекся. Так, еще вопросы? Мы идем на рекорд по количеству вопросов после тиктоков, да, Наташ? Так, ну ладно, вопросов больше нет. Да, всем спасибо. Приглашаю всех покушать печеньки. Продолжение следует...